Всем привет! Сегодня будем тестировать новинку в недорогом сегменте от Xiaomi. Это модель Redmi Note 5A. Ко мне попала старшая версия Prime по цене 146 долларов, а это практически цена Redmi Note 4X. Проверим, чем же сможет удивить нас эта новинка и стоит ли спешить ее покупать, или это просто увеличенный до 5,5 дюймов бюджетник Redmi 4A. Коробочка непривычного для Xiaomi ярко-красного цвета в стиле Huawei. Внутри лежит смартфон, листовочка, ключ SIM-лотка, кабель microUSB и блочок с китайской вилкой на 5 вольт и 2 ампера без быстрой зарядки. Тут ничего нового. Рассмотрим смартфон. Лицевая сторона смотрится гармонично. О принадлежности аппарата к марке Xiaomi нам говорят только три сенсорные кнопки внизу экрана без подсветки. Без них смартфон запросто можно принять за Meizu или Huawei. Вверху расположились разговорный динамик, датчики и новая 16-мегапиксельная фронталка. Дизайн задней крышки срисован с модели Redmi 4X, правда здесь она целиком пластиковая. Сканер пальца размещен удобно и работает точно и быстро. Кстати в базовой версии на 2.16 гигабайт его уже не будет. В левом верхнем углу основная камера со вспышкой. Ее ободок незначительно выступает из корпуса. На верхнем торце есть разъем для наушников, инфракрасный передатчик и даже микрофон шумодава. Снизу микрофон, разъем microUSB и музыкальный динамик. Качелька громкости и кнопка питания посажены удобно и не люфтят. А слева находится то, что многие любители Xiaomi давно хотели бы у себя видеть. Раздельный слот для двух сим-карт и флешки. Сборка на хорошем уровне. Для такого экрана габариты весьма удобные. И не могу не отметить, что по сравнению с тем же Redmi Note 4X, новинка стала более изящной и в руке ощущается чуть полегче. А в золотом или розовом цвете наверняка понравится девушкам. В черном же смотрится весьма достойно. Но увы, его мне не досталось. Проверим экран. Это IPS матрица на 5,5 дюймов с разрешением HD. Многим такой ход покажется странным, ведь у того же Note 4X разрешение Full HD. Но замечу, что там и процессор мощнее, поэтому такое решение вполне оправдано. Не думайте, что мы получим лесенки и мыло на картинке. Изображение четкое, просто если присмотреться, края символов выглядят более сглаженными. Углы обзора отличные, а запаса яркости хватает даже для солнечного дня. Цветовая температура естественная. С сенсором работать приятно. Он поддерживает до 10 касаний и обладает олеофобным покрытием. Вполне хороший экран для такого смартфона. Работает Note 5A на андроиде 7.1.2 с глобальной оболочкой 8.5. И надеюсь уже вскоре выйдет глобальная версия MIUI 9. Ну а пока пользуемся хорошо знакомой версией, где все работает вполне быстро и гладко. Вот только не хватает разделения экрана. Кстати приятно, что в стандартном приложении можно выбрать одну из сотен тем и изменить дизайн оболочки до неузнаваемости. А за быстродействие отвечает довольно шустрый 8-ядерный чипсет Snapdragon 435, но это в прайм версии. А в дешевой трудится уже 425, у которого только 4 ядра. Так что будьте внимательны при выборе. Оперативной памяти 3 гигабайта, а постоянной 32, из которых доступно 23. Посмотрим на производительность в играх. В танках, благодаря HD разрешению, игра идет стабильно на высоких настройках при частоте кадров 50-60 фпс. В асфальте восьмом тем более никаких тормозов не возникает. Настройки графики максимальные. Более простые игры вроде Dead Trigger'а без вопросов будут отлично идти на максимальных параметрах. Во время тестирования процессор прогрелся лишь до 50 градусов, поэтому играть будет комфортно. Проверим аккумулятор. В Note 5A ради тонкого корпуса решили пожертвовать емкостью батареи, поставив 3080 матч. Заряжается смартфон примерно за 2 часа. Но вот похвастаться превосходной автономностью, как у тех же Note 4X, к сожалению не может. Так за час чтения он садится на 8%. Час ютуба или игры отнимают 12. А Epic Citadel разряжает батарею за 5 часов. Не выдающиеся результаты, но на день использования стабильно должно хватать. Протестируем камеры. Интерфейс не блещет обилием настроек, но самые необходимые, включая режим HDR, присутствуют. Основная 13-мегапиксельная камера со светосилой 2.2 делает удачные снимки при хорошем освещении. Автофокус срабатывает быстро и точно. К вечеру на снимках усиливаются шумы и падает детализация. Вспышка одинарная, но довольно яркая. Максимальное разрешение видео Full HD. Автофокус продолжает работать. Качество съемки на неплохом уровне. Фронталка это однозначно сильная сторона смартфона. Она имеет 16 мегапикселей и светосилу 2.0. Автофокуса нет, но снимает очень даже хорошо. И что немаловажно, угол съемки реально большой. Поэтому даже без монопода можно делать селфи с компанией. Видео пишется также в Full HD. Звук музыкального динамика громкий. И даже есть некоторое количество басов. А звучание в наушниках еще более приятное. Конечно при условии, что это не копия битцов за 3 копейки. Качество связи и работа в сети никаких нареканий не вызывает. А спутники GPS находятся быстрее, чем за минуту. Подведем итоги. Redmi Note 5A Prime получился сбалансированным смартфоном. Однако своему ближайшему собрату в лице Redmi Note 4X он заметно уступает в автономности и немного в скорости работы. Но однозначно выигрывает у него в качестве фронтальной камеры. И может предложить владельцу слот для раздельной установки двух сим-карт и флешки. Так что если большое количество памяти при двух сим-картах и отличная фронталка являются для вас неотъемлемыми параметрами, то этот смартфон будет отличным выбором. Особенно если сравнить его с аналогами от того же Samsung или Huawei. А учитывая, что модель только появилась на рынке, через месяц-другой можно ожидать и снижения цены. Пишите в комментарии понравилась ли вам новинка или этот Xiaomi уже не торт.